На связи вновь Джек Эс Бэнд и мы вещаем вам из третьего дня нашего большого путешествия, который начался с того, что нам нужно было выехать из Волгоградской области. А дальше была Калмыкия, и тут мы вспомнили прекрасные степи Казахстана, которые, как это ни странно, очень похожи на степи Калмыкии. Яркий рассвет, довольно неплохая дорога и любознательные животные на обочине сопровождают нас в это замечательное утро. Давайте краткий отчет. Мы в Калмыкии. Да довольно-таки кратко. И нам нравится. Мы кайфуем от пейзажей. Потому что ощущения дома. Не знаю, что сейчас. Ну, особенно у меня ощущения дома, да, прибавляются с каждым километром. С каждым отсутствием дерева. Да. А что ты хотела вкратце, чтобы мы сказали? Мы стоим в пробке на светофоре. Мы на светофоре, потому что здесь ремонт дороги и по очереди проезжает сначала эта сторона движения, потом эта. По одной полосе. Да, у нас интеллектуальная беседа. Интеллектуальный кашель. Ой, ты мне жвачку-то. Я же сказал, она мерзкая, как смех-то. Почему? Потому что потрогай меня. Она расставившая. Да, расставившая. Она год лежала в машине. Разыграем лучшему комментатору жвачку. Диролл файв. Давайте не лучшему комментатору. Разыграем жвачку тому, кто напишет лучше песню, чем мы. Я выкидываю? Ну да. Оттуда мы достанем победный приз. Вот. А так, ощущения Казахстана, ну, по крайней мере, Кээ Алмыкия, Кээ Азахстан начинается на одну букву, вторую, А. Вот. И тут и там все. Капец он просто. А тут уже знаешь, сколько машин так проехало? Мы стоим на светофоре, а кто-то не ждет и объезжает по обочине просто вот так. Кто-то будет. Кто-то сейчас должен проснуться, потому что у нас 8 утра, а тут уже солнце давно встало. Это замечательно, на самом деле. Да, мы выехали в 6. Нет, мы выехали не в 6. Мы выехали без 6 и 6. Да? Да. Без 6 и 6. Но наш путь не мог долго оставаться простым, поэтому дальше мы попали в туман в столице Калмыкии – Элисте. О! Дуськи прибежали. Ребят, это все. Ребят, это все. Что? Ты же там не на автомате стоишь. Слав стоит. Мы едим самый вкусный йогурт в этой территории. Да. Дружки мы не пробовали. А ничего, что он из Питера приехал. Это я в случае, когда можно переключить и постоять. Я настолько молод, что у меня еще йогурт на усах не обсох. А я уже даю какие-то комментарии по этому поводу. Дальше граница. Еще 200 килограмм. Затем наш путь лежал через Северную Осетию и большое количество КВП, которые мы, к счастью, успешно прошли. Сейчас подходит время очередного совета. Итак, в случае, если вы будете пересекать границу России и грузии на машине, не стоите в очереди за фурами. Дело в том, что на протяжении всей границы дорога будет состоять всего лишь из двух полос, по одной в каждую сторону. И фурам будут очень медленно ехать, прижавшись к обочине. Это нормально. У них своя очередь. А вы едете по своей. Мы в Джорджии. В штате Джорджии. В штате Джорджии. Да. Даже сказать, что это тяжело. Предоставлю слово Ксюхе сперва. Начнем с него. Да. Мы прошли границу. Но это было далеко не самым сложным за этот день. Как оказалось. Было на границе тяжело, но не с Грузией. На самом деле, мы прошли достаточно оперативно. Думали, что будет дольше. Думали, что будет сложнее. На самом деле, самые такие испытания грозные для нас были, это КПП в Шеверной Ащете, а не КПП на границе, казалось бы. Помимо качества КПП, их еще количество. Да. Просто везде какие-то ДПС-патрули. Патрули. Собачий Патрули. Выезжает. Я не могу говорить. Кашляю. Не говори. Я сибирю. Вот. Короче, ситуации были витиеваты, и мы из них вырулили. План такой, попить чай, кайфануть, завтра позавтракать, и дуть по горам в Батуми. Надеюсь, нам получится заснять красивые видоны, и вы все это обязательно увидите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует...